Дорогие друзья, я рад вас приветствовать на нашем очередном вебинаре, вебинаре Директ Академии. Как всегда, перед началом вебинара, прежде чем предоставить слово спикеру, несколько общих слов по ходу введения нашей Директ Академии. В самом начале чата вы можете видеть две полезные ссылки. Первая из них ведет на сайт нашей Директ Академии, это ссылка Директ Академия.ру. На главной странице этого сайта представлено наше расписание до конца учебного года, то есть до июня 2018 года. В этом расписании, в его интерактивной части, которая располагается внизу страницы, вы можете зарегистрироваться на все предстоящие вебинары нашего учебного года, а также посмотреть записи предыдущих вебинаров, которые уже выложены на наш канал YouTube. Вторая ссылка, собственно, и ведет на наш канал в YouTube, а также отвечает на вопрос, будет ли производиться запись сегодняшнего вебинара. Да, она уже производится, и в конце текущей недели, где-нибудь в конце четверга, она появится на нашем канале на YouTube, так что подписывайтесь на наш канал, и будете всегда в курсе дела. Также я хотел бы вам представить два следующих вебинара, завтрашние и послезавтрашние, сейчас я их скопирую в чат. Оба эти вебинара мои, я буду спикером, и будут они проходить в треке, посвященном продуктам компании Direct Media. Это такой наш рабочий трек, собственно, с которого все наши вебинары в свое время и начинались, до того, как мы их назвали Direct Academy. Первый вебинар завтрашний будет называться «Рекомендательный сервис книгообеспеченности в университетской библиотеке онлайн». Этот вебинар для библиотекарей, он такой достаточно специфический, точно так же, как и тот вебинар, который я провел вчера для библиотекарей. Второй вебинар – «Арт-портал в помощь школьнику, студенту и преподавателю». Это о нашем проекте, в основном открытом проекте, там есть и закрытая часть, правда, об открытом проекте «Арт-портал». Ну вот, немножко тоже, как и сегодняшний вебинар, идет в этом же примерно русле. Так, Софья Андреевна говорит, что идут перебои с передачей звука. Коллеги, я совсем забыл у вас спросить, как хорошо меня слышно? Пожалуйста, ответьте, поставьте плюсики, если хорошо, минус, если плохо. Софья, я буду дожидаться, ничего страшного. Хорошо, ну, бывает так, на канале, да, дадим время Софье перезапуститься в вебинарной комнате. Что я еще хотел сказать, предвосхищая ваши вопросы по поводу сертификатов, что делать, если сертификат вовремя не пришел, я прямо во вкладочку «Вопросы» поставил, запостил свои обычные советы, что делать тем, у кого не пришел очередной сертификат по почте, либо у тех, кому они совсем не приходят. Это совсем нехороший случай, ну, что же делать. Вот, Софья, как слышите меня теперь? Раз-два-три, раз-два-три. Софья, хорошо ли меня слышно? Напишите в чат. Пока Софья будет подключаться к вебинару, я хотел бы сообщить вам, а ее поздравить с премией, которую она недавно получила. Это премия «New Form Awards» в номинациях «Block Long Read». Совершенно замечательный у Софьи блок, и совершенно ожидаемо он получил премию. Так что давайте все поздравим Софью с этим событием. Ну, и у меня, собственно, все. Да, я передаю слово нашему сегодняшнему спикеру, Софье Багдасаровой, для ведения сегодняшнего вебинара. Сегодня мы поговорим о портретах Ренессанса, о самых, одних из самых великих портретов истории этого искусства. Раньше, в предыдущие разы мы разговаривали о том, как изображали тело, голое тело, а теперь мы дошли до лица. Эпоха Ренессанса, на самом деле, это время, когда портреты придумали в том виде, в котором мы к ним привыкли, в форме нового времени. И придумали портреты, как мы имеем, их как раз в XIV веке. Считается, что это сделал Петрарко, поэт Петрарко. Как вы знаете, он любил прекрасную Лауру, эта любовь была безответной, неразделенной, и он хотел, чтобы она была с ним. И тогда он придумал совершенно потрясающую вещь, это было колоссальное новшество, ноу-хау. Он обратился к своему другу Симоне Мартини, вот на этом слайде мы видим одну из работ Симоне Мартини, и сказал ему что-то вроде, вот люди возят с собой передвижные иконы, то есть складни, так мы называем их в России, да? И в Италии средневековые тоже люди возили с собой складни. А я хочу, вот точно так же, как складни, возить с собой портрет моей любимой Лауры. Симоне Мартини ему сказал, господи, что это такое, так же не бывает, чтобы отдельно был изображен портрет, отдельно было дело Матако. Уже изображали, а вот отдельно. Но Петрахко ему сказал, а мне надо. И Симоне Мартини написал портрет Лауры, досочки, очевидно, это было, или это был рисунок, и Петрахко поэт мог его возить с собой. Эта картина не сохранилась, это изображение, но считается, что это был первый такой вот портрет. Вообще, от самого раннего периода развития портретов сохранилось очень мало. От Симоне Мартини сохранились фрески, например. Вот как эта фреска, которую я сейчас показываю фрагмент, а на предыдущем слайде показывала более крупный фрагмент. Она изображает военачальника, который едет на своей лошади по пейзажу. И если мы вглядимся, мы видим, что этот военачальник, у него толстое, дутловатое лицо, и вообще он не красавчик. Он изображен достаточно натуроподобный, то есть мы предполагаем, что вот он таким и был. И в связи с этим возникает та тема, о которой я и хочу поговорить. О том, мы привыкли, что Ренессанс – это прекрасно, что это Рафаэль, это Леонард, это Микеланджело, это люди, которых мы смотрим на портреты и видим идеальную красоту. Но на самом деле это легенда, это иллюзия, это миф. Это миф, который создался вокруг ренессансного искусства. На самом деле оно достаточно дотошное, и оно изображало людей во всем их безобразии. Просто оно делало это таким способом, что создавало такую магию, что зритель даже сегодня этого не видит. Вот, продолжаем. Да, тема вебинара была заявлена, почему даже деспоты и убийцы выглядят на картинах такими прекрасными, на картинах Ренессанса. Вот один из других знаменитых портретов эпохи Ренессанса, раннего периода. Профильный портрет, который изображает Сидерзмонда Малотестова. Политик. И, как мы видим, здесь эта красивая картина, она изображает человека, как это все сделано. Но если мы почитаем биографию человека, который изображен, мы поймем, что это иллюзия, это красота, это величественность, это благородство, это иллюзия, которая, на первый взгляд, создана кистью художника. Потому что Сидерзмонда Малотеста, который был правителем нескольких итальянских городов, предположительно свою первую жену отравил, вторую жену утопил, он воевал с Папой Римской, был отлучен от церкви, его обвиняли в том, что он совершал инцест с собственным сыном, его чучело сожгли в Риме. У него была такая разнообразная биография, и люди его ненавидели, особенно родственники его обеих жен. Они помогали Папе Римскому в его войне. Но художник создает его величественный образ. Если мы вглядимся в черты лица этого человека, мы увидим, что да, тут есть и надменность, и гордость, и какие-то неприятные черты характера. Но главное, что создает художник, это достоинство. Потому что именно эти черты были главными для портретного искусства итальянского ренессанса. Вот другой портрет, тоже красивый, это уже прошло более века. Молодой человек, изображен изящно, изображен красиво. Художник использует все средства, чтобы создать гармоничную картину. Но вчитаемся в его биографию. Это сын Елеонора Талецкой и Козьма Медичи. Мы помним портрет Елеонора Талецкой, он очень красивый. Вот этот Пьер Эдемидич, он задушил жену собачьим поводком. Уехал в Испанию, женился второй раз на очень богатой женщине, сбежал от нее, стал жить с куртезамиками, которые рожали ему детей. Испанский король его выбрал за распутство. Тоже очень разнообразная биография у человека. И художник, конечно, знал на тот момент то, что происходило в жизни этого герцогского сына. Он видел его характер. Но передавал он то, о чем я говорила, красоту, достоинство, величество. Это связано с тем, что, когда мы говорили о Древней Греции, о античности, я рассказывала, что там была концепция колокограти, то есть колокограти, здоровом теле, здоровый дух. То есть идеальный человек, у которого прекрасный характер, у которого, который велик, у него должно было быть идеальное тело, с идеальной мускулатурой, идеальной внешностью. Поэтому Александра Македонского изображали с идеальной внешностью. Потому что он велик, априори получается, что и тело у него, и внешность идеальна. В эпоху Ренессанса концепция поменялась. Конечно, между этими двумя эпохами прошла средневековье, которое вообще не ценило красоту. В эпоху Ренессанса концепция была такая. Я велик, поэтому моя внешность тоже прекрасна. То есть поменялась связь. В античность была я велик, поэтому я прекрасен, мое тело обязано быть прекрасным. А в эпоху Ренессанса я велик, и поэтому то, как я выгляжу, априори является прекрасным. То есть в Ренессанс, когда начала царить концепция ренессансного гуманизма, когда личность человека вышла на первый план, по сравнению с средневекованием, когда ты был букашка перед Богом, теперь в Ренессанс ты владыка мира. Ты владыка мира, ты создан по образу и подобию Божьему, поэтому ты не букашка, наоборот, ты подобен Богу, ты велик. И поэтому то, что ты, то, кем ты являешься, это подобие Бога. И не надо его особо исправлять на картинах, твое достоинство, оно и так есть. Причем достоинство, это вот дигнитас, то есть латинское слово, они все любили латыни, потребляли латинские слова, они жили вот в этом мире, в мире идеалов. Вот еще один пострет, где изображен человек, исполненный величие, красоты, другая эпоха. Это не такое плохое, как предыдущее, этот всего лишь был профессиональным военным, грабил римжок, убил кардинала, за что его Сизерена отлучили сначала от церкви, потом, когда Сизерен представил доказательство, что кардинал был изменником, сняли отлучение. Разнообразная была жизнь у людей Ренессанса, у мужчин, и все это отражалось в картинах. И если мы знаем биографию людей, то, вглядываясь в их лица, мы можем представить, что вот этот вот человек сделал то, сделал это, но при этом они всегда сохраняли достоинство на картинах. Художники существовали в рамках концепции, понимали, это чувствовали, это был внутренний закон, которому они соответствовали. А вот этот человек мы не знаем, кто был. Его неизвестно ни имени, ни биография. Кондотьер – это прозвище, которое дано этой картине, чтобы отличать это произведение от других безымянных мужских портретов Антонелла де Мессина. Антонелла де Мессин это был сицилийский художник, который знаменит в истории итальянского искусства тем, что он общался с нидерландскими художниками Ян Ван Эйкл и все вот эти вот. Чем это важно для истории развития портрета? В Нидерландах гораздо раньше появилась масляная живопись. То есть, вот эти великие картины, генский алтарь, вот это вот все, они написаны маслом, масляной краской. И масляная краска, она гораздо лучше, чем темпера, в которой пишутся иконы, иконы и итальянские ранние религиозные картины, позволяют передать все нюансы тела, тканей. И в Нидерландах изобрели масляную технику живописи и создавали свои шедевры. В Италии этого пока не было. В Италии продолжали писать темперы, создавать вот эти золотофонные иконы. Антонелло де Мессина пообщался с нидерландцами и привез технику масляной живописи в Италии. И его портреты, это первые портреты маслом в Италии. И он научил итальянцев писать маслом. И вслед за ним все начали делать это так. И, собственно, мы получили великое итальянское искусство. Масло позволяет более тонко делать градации, тона, передавать характеры, делать все более натуроподобно. Так вот, мы не знаем, кто был этот кондотьер, но мы смотрим на его лицо, на лицо этого безымянного человека и понимаем, что, очевидно, это была какая-то неинтересная биография. Даже если она была неинтересной, все равно характер передан четко, что это строгий человек, да, с каким-то своим внутренним миром. Отлично. создавали идеальные лица. Итальянцы не создавали идеальные лица. Они создавали идеальный дух и вставляли его в неидеальные лица. А вот другой последний человек по одежде считается, предполагает, что это был какой-то венецианский ассенатор, тоже безымянный. И мы смотрим на то, как сделана эволюция, и мы видим, что идеальный дух опять изображен, идеальная величество, что вот я такой человек ренессанса, и поэтому я сам по себе победитель. Причем художник, заметьте, здесь совершенно не стесняется дать ему такой женский атрибут, как цветочек. И посмотрите, как это все прекрасно сделано. Картина замечательно красивая, идеальное сочетание голубого неба, пейзажа за плечами, красное, холодное-красное в контрасте с голубым идет, черное пятно сверху, кривые, вот эти вот плечи, обтекаемые всякие сообразные контуры. Помимо того, что это портрет, передающий характер человека, это еще красивая, просто красивая картина. Это тоже безземлянный человек, картина тоже имеет прозвище кондотьер. Кондотьеры это в Италии это солдаты-наемники, которые служили соединен и нанимателем и отличались особенно, ну, профессиональные военные. И этим картинам дается прозвище кондотьеры, потому что мужчина на них особенно убедительный и решительный. И посмотрите, как красиво тоже сделана эта картина. У человека одежда из дорогой ткани, с узором, и какая-то персидский узор, по-моему, это цветок граната. И этот человек тоже преисполнил абсолютной верой в себя и в то, что он делает, это прекрасно и безупречно. А это мы знаем, кто. Это брат Лоренца великолепного, Джулия Миличи, которого зарезали в церкви в возрасте 25 лет. Он ничего плохого не успел сделать. Он просто был Медичи, политиком, интриганом, его, собственно, зарезали, чтобы враги его брата, враги партии Медичи, в честь. В честь, который умел изображать идеальных блондинок Мадонн, передает здесь надменный характер этого человека. Но это не та надменность, которую мы привыкли осуждать, а это вот такая ренессансная шекспировская надменность, гордость собой, гордость собственным характером, тем, кем он является, собственно, безупречности. А это, посмотрите, это сын этого человека, Джулия Медича, это небрачный сын, который не успел увидеть своего отца, написанный патент другим художником, и посмотрите, как семейное сходство передано, вот это вот в глазах, да, вот это вот поворот головы, что-то вот такое вот, глаза полузакрыты, но все равно мы видим, что это сохраняется. Но это не только родовая черта, не только... И вот еще один безымянный человек, еще одна красиво сделанная картина, красивое сочетание цветов, красивое кадрирование, то есть здесь идет не только наезд на лицо, ранние портреты, итальянские, как я показывала раньше, они показывают только головы, вот такое, головы. Чем дальше идет развитие портретным искусством, тем художники обладают большей смелостью убирать камеру дальше, то есть отъезжать. Ранние портреты, которые еще помнят о том, что когда-то это все вдохновлено созданием приносных икон, они фокусируются только на голове. Дальше идет плечи, по пояс, по бедра, по колени, портреты в полный рост. Это все ушло очень медленно. И в начале 16 века мы видим по плечи и потребовалось почти 100 лет, чтобы изобразить человека в полный рост. Это сделал Тициан, у которого были высокопоставлены эти заказчики, император. Люди не дерзали, простые люди заказывали свои портреты в полный рост, потребовался император, чтобы изобразить себя в полный рост. И вот здесь вот мы видим среднюю промежуточную стадию, то есть портрет по локоть. И происходит, художник делает кадрирование, он изображает парапет. Парапет это чтобы отделить мир выдуманный, мир и реально находимся. Это делалось очень многими тоже художниками, потому что ощущалась какая-то магия волшебства картины, и художникам психологически требовалось отделить этих людей от нас с вами. И вот здесь вот этот неизвестный анонимный человек и жестами подчеркивается его представление о себе. Еще один неизвестный мужчина, как мы видим, он тоже изображен не приукрашенный, внешность не гладкая, художник даже щетину изобразил, но при этом тут использованы атрибуты, которые показывают нам, что этот человек представляет собой какую-то важную персону, важную не с точки зрения политики, а с точки зрения культуры, потому что тогда гуманизм, ренессансный гуманизм был очень важен, и люди, которые занимались культурой, литературой были в большом почтении. У этого человека на голове венок, надо посмотреть, какие там растения, потому что каждый из них несет аллегорический смысл, и он одет не в светскую одежду, а он одет в подобие античной тоги. И этим нам подчеркивается, что он уподобляет себя античным литератором-философом. Поэтому анонимному картине дали прозвище гуманизм. И здесь мы тоже видим, что этот человек, несмотря на то, что он не полководец, не вельможа, очень много о себе, очень много о себе воображает, и заслуженно и заслуженно, скорее всего, узнал. Мы не знаем, кто-то картины не подписан. И это картина того же художника, обе картины начисовал Джованни Беллинин. И посмотрите, какие тут используются другие методы. Это Доши, это глава государства венецианского. Тут наезд крупный поплечный портрет, парапет, который отделяет нас от этого человека, в этикетках нарисована, на которой написано имя. И Дош поставлен на нейтральном фоне голубом, и таким образом он как будто подобряется Богу святым, его фигура выделяется на фоне неба, она величественна, она одета, да, мне тоже подвисает немножко, он одет в богатой ткани, и подвергивается его политическое значение, его богатство. Одежда использовалась, как всегда в портретах, использовалась для того, чтобы показать социальное положение изображенного, его место. А вот этот знаменитый человек, все о нем знают, это Чезаре Борджи, предполагается, что это Чезаре Борджи. И теперь мы подходим к другому вопросу о том, что люди на картинах Ренессанса красивы. И что, как я сказала, их изображают, умели изображать так, что даже безобразие становилось красотой. Вот эти картины, они, казалось бы, опровергают этот тезис. Известно, что Чезаре Борджи переболел оспой, и его лицо было обезображено, а его кожа была жутко некрасива. Но в этой картине изображен мужчина с идеальной кожей, и картина сама по себе очень красива. Является ли это действительно портретом Чезаре Борджи? Было ли это его приказом, чтобы его изобразили красиво? Одна из причин, почему эта картина считается портретом Чезаре, это сопоставление вот с этим портретом, на котором подписано имя этого человека. Как мы видим, сходства действительно присутствуют. Сходства присутствуют, и тут тоже гладкая кожа. Для сравнения, посмотрите, вот это вот портрет Медичи, одного из Медичи поздней, где изображена кожа, крытая оспой. Вот так вот выглядел молодой человек, юноша, герцог, в тот момент, когда он болел оспой. Очень много людей погибало от этой болезни, еще во времена Екатерины II, пока она не пока в то время не изобрели прививки. Как мы помним, когда Екатерина II, извините, отвлекаясь, это просто интересная история, Екатерина II была уже замужем за Петром, он переболеет, она увидела, что его кожа так и так и обратно вся покрыта шрамами, что она испытала глубочайшее отвращение, это было еще до рождения их ребенка. Так вот, соответственно, и все боялись, что он тогда не выживет, наш Петр. И вот посмотрите, после того, как сардинант этот переболел оспой, у него вся кожа была покрыта шрамами от оспин, но это не мешало художникам, потом упорным капом, как будто все у него идеально, потому что его внутренние достоинства, а также то высокое социальное положение, которое он обладал, обязывало его выглядеть на картинах идеально. И вот мы смотрим на изображение этого человека, мы понимаем, пока он ущет угрей и выглядел на самом деле безобразно. Молодец художник, который все равно изобразил индивидуальность этого человека. Но такие случаи, когда мы знаем конкретно, что вот этот человек имел физическое убитие, и имеем его портрет, на котором он изображен красивым, то есть когда у нас есть материальные доказательства письменных источников о том, что этот человек был уродлив, а на портрете мы видим, что он красив, в случае Чезария Боджи достаточно редки, потому что физических увечий, которые бы отмечали историки, и при этом сохранился бы портрет, и таких совпадений мало. И в случае Чезария Боджи мы видим неприкрытое приукрашивание. Возможно, это связано с тем, что Чезария все-таки был особенным человеком, с особенной гордостью, особенным самомнением. Другие рентесансные полководцы, имея физический недостаток и портретируясь, все-таки старались соблюдать такую грань, чтобы сразу сидеть на двух стульях. То есть они знали, что люди будут глядеть на их портрет и помнят, что у него есть физическое родство, но при этом им хотелось стать красивыми. И вот это Федерико де Ментрефельте, это один из знаменитейших портретов итальянского возрождения. Этот человек пострадал на турнире, у него нету глаза, у него поврежден нос. И поэтому на всех своих портретах, созданных после аварии, он изображен вот так. Он изображался в профиле. И при этом художник создает красивую картину, пишет красивого мужчину, не в том смысле, что это супермодель какая-то с обложки, а это человек при исполнении мужественности и достоинности. Простите, опять мусор начался. И вот здесь этот же мужчина в преклонном возрасте, и мы видим, он опять в пожилом возрасте, он опять изображен в профиль вместе со своим сыном. Вот этот ферменный нос, перебитый переносицы, опять поворот головы, такой, чтобы мы не видели поврежденный глаз. И те, кто знает, что Демонтельфильтра был с поврежденным глазом, они смотрят на эту картину и это знают. А другим это все равно. Это не важно, чтобы наслаждаться красотой этой картины. То есть художник сумел соблюсти вот эти обе грани и передать физическое сходство и создать красоту, создать идеальную картину. Идеальная не в том смысле, что она идеальная, вымышленная идеальная, а идеальная в том, что она идеально гармоничная. В ней прекрасное сочетание красок, равновесия, золотого сечения. И посмотрите, это уже старик, это уже пылой человек, у него морщины, он сильно изменился по сравнению с предыдущей картиной, и при этом все равно все очень красиво. Это Лоренцо Медичи, это брат того Джулиана, которого зарязали 25 лет. У него тоже известны с письменных источников, что у него были проблемы со здоровьем. Я не помню, то ли у него тоже был перебит нос, но по-моему, это все-таки было врожденное. У него был кривой нос, он не чувствовал запаха. И вот здесь он изображен в повороте, так что мы это не видели. Есть скульптура. Скульптура, причем есть версия, что это сделано со слепка. Тогда делали слепки не только посмертные маски, но и с живых людей делали тоже слепки, чтобы скульптурные портреты были как можно более реалистичными. Причем человек вкладывает в церковь какие-то вещи, вешает на иконки, цепочки, вкладывать дает. А в итальянской церкви католический человек, вкладывая картии, что-то в церковь, мог приказать себя нарисовать на картине у лука Мадонны. Это был такой вклад. И также люди вкладывали собственные статуи. И в итальянских церквях иногда существовали статуи людей, которые жертвовали свои собственные портреты, и эти портреты стояли в церкви. Причем это были портреты в полный рост, такие вот манекены раскрашенные. Они были из воска, из дерева, ничего не сохранилось. Большинство сохранившихся это вот такие вот бюстеры. Они были не для церквей, они были для семейных альбомов. И вот посмотрите, здесь нос кривой. Это портрет при жизни. Он создавался при жизни этого человека, который был правителем Флоренции, и он не считал себя настолько слабым, чтобы приказывать приукрашивать свои собственные портреты. То есть, то, что Чезаре Борджо приказывал себя приукрашивать, это говорит о слабости Чезаре. Потому что вот Лоренцо Мябичи говорил, я такую, тесуете меня таким. А вот этот вот портрет, он написан уже после смерти Лоренцо при его потомках, которые ученичили своего предка и приказали создать для семейной галереи это изображение. Это посмертный портрет, он создан на основе того, что уже сохранилось, но Вазарев, знаменитый автор жизни и писаний, наполнил эту картину различными символами, театральными масками. И при этом он изображает Лоренцо в задумчивости. Но с уточкой есть, но все сделано так, что это не акцентируется, что главное для нас это облик этого человека. А теперь мы говорим о том, что беспрекрас, когда уродство не то, что прячется, скрадывается гармоничностью картины, а когда оно выставляется на показ и человек им гордится. Это знаменитая картина, изображающая старика с ренобластомой и его внука. Посмотрите, как художник, это заказной очевидный портрет, потому что в то время так рано портретов для себя, портретов тех, кто заинтересовал, не рисовали, не писали, потому что это было очень дорого. Тогда даже художники не писали портретов собственных жены, собственных детей, еще не было такой привычки, ничего не... не сняли блок, не сняли блок, что можно рисовать собственную семью, можно рисовать для собственного удовольствия. Тогда все писалось для заказчиков, тогда это было только за деньги, это была работа. А художник, это было не искусство, это было ремесло. Так вот, вот эта картина, это заказанный портрет, и этот старик, не постеснялись сказать, изобразите этого старика таким, как он есть, его болезни. И мы видим, что главная в этой картине тема этой картины не болезнь этого старика, а любовь. Любовь, которую испытывает старик к этому мальчику. В бумагах герланда я сохранил все рисунок, изображающий этого же самого старика. Еще там лежит этот старик. Извините. Изображение рисунка изображается у него полузакрытые глаза, и, скорее всего, этот рисунок сделан с покойника. То есть, возможно, герланда ее пригласили родственники этого человека и сказали, вот, наше, посмотрите, какой он был, и мы хотим узнать его. И герланда зарисовал недавно умершего человека с этим носом, и потом на основе этого рисунка создал вот эту вот картину, изображающую любовь. И не было нужды. меня подвисло что-то. это портрет Лудовика Мора, Лудовика Сфорса, который был покровителем Леонардо да Винчи, да, отвисло, который был покровителем Леонардо да Винчи в Билане, который заказал ему портрет, предлагается, дама с горностаем своей любовницей, многие другие картины. И посмотрите, человек отличается мощный комплект, и он не такой красавчик, как предыдущие полководцы, но он совершенно не стесняется этого, потому что у них даже мысли не возникало стесняться собственного веса, собственных уродств. Да, это некрасиво это изображать, если у тебя нету глаза, но если ты вот такой вот, зачем этого стесняться, ты вот такой вот и есть. Это картина Рафаэля, изображающая папу римского, и темой этого полотна является старость. Папа римский стар. Он изображен с поникшей головой, у него поза такая, у него, если мы наблюдимся во его лицо, у него усталые глаза, и в этот период что происходит еще? Старость, она тоже не считается недостатком, как бы ни говорили, что старость это безобразие, все равно старость, они понимают, что старость, это так, для кавказских людей, старость это почтение, это знак прожитых лет, это уважение. И вот это вот полотно, оно воспевает и мудрость, и опыт этого папы, Рафаэля, который много работал на этого человека, он любуется красотой старости, как Герландай любовался любовью старика с безобразным носом, так и Рафаэль любуется старостью. Вы наверняка слышали о Гое, что в своих постетах испанских королей он изображал их безобразными, иногда спрашивают, а почему Гое короли Парказа Карлоса Пятого такие уродливые, почему короли вообще не наказывали за это, почему они приказывали изображать себя, разрешали это. Это традиция, она тоже ведет еще со времен Средневековья, когда, потому что короли Веласкеса, Филипп IV Веласкес, он тоже уродлив, он жертвой имбридинга, и сыну Карлоса Второй тоже жертвой имбридинга. Они уродливые, они некрасивые, у них этот газ варкиднос, грубые, но художники испанские рисовали, писали королей такими, какие они есть уродливые, потому что это гордость, это такая гордость, я настолько, я такой король, я являюсь в кароле настолько горд, что нет нужды меня приукрашивать, я такой, какой я есть, и когда я приказываю художнику себя фотошопить, я унижаюсь. Моя внутреннее достоинство, мое положение, моя бога, она дек исполненным красоты, то есть речь идет о красоте внутренней, которая намного важнее красоты внешней. В этом, я повторюсь, различие с античностью Древней Греции, которая считала, что красота должна быть и в теле, и в душе. Зато в этом есть сходство с римским портретом, древнеримским, когда римские пожившие люди изображали себя со всеми морщинами, с лишним весом, потому что они тоже считали, что это подчеркивает их опыт, и характер. И в этом смысле итальянское искусство ренессанса, оно ориентировалось на античность, потому что, конечно, оно сидело на этих памятниках, оно их откапывало, как я рассказывала позапрошлый раз. Античный портрет Древней Греции повлиял на создание ренессансного портрета. До портретов маслом, то, что придумал Петр Аркан, итальянцы уже начали создавать переносные портреты, но это было совсем другое. Это были профильные медали. Это были профильные медали, которые итальянские скульпторы создавали, глядя на древнеримские медали и монеты, которые в обилии находились. Потому что древнеримские медали и монеты, они тоже очень портретные, они тоже передают характер людей. Даром очень много безымянных голов, безымянных мраморных бюстов древнеримских опознают сравнением с медалью. ученые ставят бюст-профиль и смотрят, похоже ли на изображение на монетах. То есть сходство медалей было очень крупное. К сожалению, я забыла поставить здесь какую-нибудь из медалей. И вот другая картина, который, как мы видим, страдал физическим недостатком. У него было очень явственное косоглазие. В принципе, можно было бы тоже посадить его в профиль, как модефельтера, как-то изобразить этого человека так, чтобы не был виден недостаток. Но Рафаэль этого не делает. Во-первых, потому что это уже другая эпоха. Фьера де ла Франческо, создавая тот портрет, он находится на более ранней стадии развития портрета, когда рисовать профильные портреты было модно. Потому что это была ориентация как раз на те античные медали. То есть Федерго де Монтефельтер, наш герцог, позируя для портретов профиль, он еще уподоблялся Юлию Цезарю и другим античным римским начальникам, которых тоже очень много изображали в профиль. То есть он позировал точно так же, как Цезарь. Во времена Рафаэля, это уже следующее поколение художников, в профиль не писали. Это было старомодно. Так не делали. То есть если бы Рафаэль написал кого-либо в профиль, он уронил свою репутацию. Ну, если бы заказчик попросил, конечно, он бы это сделал. Но здесь в этом не было нужды, потому что мы видим, что этот человек, этот кардинал, он не военачальник, он книжник. Рафаэль это подчеркивает атрибутами. Вложив книги, чернильницы, перо, бумагу. То есть это человек умственного труда, куманитарий. И изображая его так, что мы видим проблему кардинала с глазами, Рафаэль подчеркивает подвиг этого кардинала. Он подчеркивает, что несмотря на свою проблему, этот кардинал делает свою работу, делает свою работу очень хорошо. служит к тому, чтобы подчеркнуть достоинство этого портретирования, подчеркнуть то, что он достиг в жизни. Красиво. То, что фон здесь черный, а не голубой, это подчеркивает красное форменное облачение кардинала. И подчеркивает темные зрачки. То есть идет перекличка темного фона, зрачков и чернильницы. Чернильницы и манжеты. Используем минимальный набор цветов. И идет такое вот блуждание взглядом зрителя. Чернильницы, глаза, фон. Об этом, смотрите, вы тоже все слышали. Это Макиавелли. Говорят о макиавеллиской хитрости. Политик как Макиавелли. Макиавелли был не очень успешным в жизни. Он написал бестселлер, он написал хит, но он написал в нее про себя. В котором вообще нету ни величинности. Сейчас нормальная связь? Вот, мы смотрим на Макиавелли, и, зная, что это Макиавелли, мы находим в лице этого человека какие-то там... Глядя на этого человека, мы находим его в лице и хитрость, и какие-то скрытые черты характера. Но для портретиста было здесь важно передать портретные сходства. Как сейчас связь? Как у вас идет звук? И посмотрите. У меня здесь нормально висит значок, что у меня со связью все хорошо, коннект хороший. Хорошо, смотрите. Макиавелли одет в богатую одежду, которая широко расходится. То есть распашная одежда под ней, еще одна одеяние с рукавами. И средствами одежды фигура кажется массивной. И художник мог бы надеть на голову Макиавелли какую-нибудь шапочку, берет, мог бы надеть на него большую шапку, чтобы создать на голове такое что-то величественное, придать этой фигуре массивность, сделать ее более величественной. Но он этого не делает. Он сосредотачивает внимание именно на головке. На маленькой такой головке Макиавелли, причем она еще побрита, там ершик волос. И таким образом у нас взгляд сосредотачивается на этом лице, а поскольку мы знаем, чей этот портрет, мы начинаем его разглядывать и искать в нем историю, историю этого человека. Вот какой он был. Вот какой он был. И здесь тоже нет никакой нарочитой красоты. Здесь есть красота живописного полотна, но нет красоты конкретно человека. И когда мы говорим о красоте ренессансного портрета, мы говорим именно о красоте того, как это сделано в совокупности, как это сделано и фоны, и антураж, и мебель, и одежда. При этом лицо быть красивым не обязано. Один из тех людей, глядя на которые Макиавелли писал свою книгу, списывал приемчик, это был Чезар и Борджи, о котором мы уже говорили, о портрет, о котором мы разглядывали. Второй великий политик, испанский король, муж Изабеллы Кастильской, то и пары королей, которые отправили Колумба в Америку, которые завершили объединение Испании, изгнав окончательно арабов, и которые изгнали из Испании всех евреев. Все это произошло в один и тот же год, три таких события, 1492-е. После этого Испания стала великой Испанией и гегемоном на очень много лет. И произошло это, в частности, благодаря тем поступкам, тем политическим решениям, которые предпринял фельд-серденант Арагонский. У него были интересы очень большие в Италии, в Сицилии, в Макеавелле с ним сталкивался. Ферденант был жуткий интриган, то есть успехи Испании, они были связаны и с его политикой. У него, как мы помним, было очень много детей, все умерли, и единственные наследницы, у него была дочь Катарина Арагонская, которая вышла замуж за Генриха VIII, помните, он с ней развелся. У него была дочь Хуана. Хуана безумная, Хуана выдали замуж за наследника Священной Римской империи, Филиппа Красивого, тот умер. Хуана, которая его обожала, сошла с ума и ездила с его трупом по всей Испании. К этому моменту наш Ферденант был уже вдовец, а Испания официально не была объединена. Испания состояла из множества, у него была феодальная раздробленность, и вот как раз брак Ферденанда Арагонского с Изабеллой Кастильской эту страну объединил. Де-факто. Но когда Изабелла умерла, у Ферденанда осталась всего корона Арагона, корона Кастильи была унаследована дочерью Хуаны. И Ферденанда, когда его жена умерла, с которой он прожил там 30, по-моему, лет вместе, он быстренько вернулся на молоденькой, чтобы еще детей успеть наделать, хотя он был уже старик достаточно, он был старый человек. И вот Ферденанду сообщают, что его дочь сошла с ума, это его последний ребенок, у него больше нет наследников, дочь сошла с ума, ездит с трупом своего мужа, и он примчался через всю страну, хранил зятя. Хуану посадили в башню, и Ферденанду у него отобрал корону Кастильи и, собственно, наконец, все-таки уже наконец объединил эту страну. Хуана просидела в башне 20-30 лет, Ферденанду воспитывала ее детей, своих внуков, и один из этих внуков, старший, стал королем Испании Карлосом I и императором Священной Римской империи Карлом V, вот этим самым великим императором. И он был великим, счастье, еще потому, что его дедушка воспитал. То есть человек, который не ферденант, не внушался тем, чтобы душевно больную дочь сточить в башню. И посмотрите, вот это вот карта, на которой сражен этот политик. Она чем интересна? Посмотрите на автора. Это Михаил Зитов, не итальянец, это представитель Северного Возрождения, которое было намного прочнее связано с готическим искусством. Готическое искусство, которое никогда не боялось безобразного, о том, я рассказал в прошлый раз, что не вековье. И здесь, эта картина, в ней нету вот этого итальянского любования, нету попытки создать красивую картину. она просто изображает вот этого человека, каким он есть. Она изображает его безобразного и адутловатого. При этом тоже власть передана, но это сделано немножко по-другому, не так идеально. А вот савонаролом. Вот мне кажется, по лицу савонаролы видно, что было неприятным человеком. видно, как много, видно и видно, благодаря чему он покорил город, почему он превратил флорентийцев в секту, почему он так зомбировал Боттичелли, что Боттичелли пожилой верующий привез и сложил свои картины на костер, потому что это было, потому что эта картина красивая, это нельзя. Тогда веровшие, послушавшиеся савонаролу приносили все предметы роскоши и сжигали их на костре, ткани, духи, потому что надо было жить аскетом. К счастью, это продлилось недолго, от савонаролы избавились, давая его картину, он писал эту картину как позитивный портрет, это не осуждающий, это картина как бы воспевающая, но при этом Фрабор Туамео передает все те черты, которые мы видим, угадываем, читая биографию этого проповедника. И в этом особенность Ренессанса, что художник даже влюбленный, обожающий, проникнутый аурой сильной личности, это не влияло на способности художника передавать сходства, передавать уродства, передавать безобразие, потому что это уродство не считалось чем-то плохим, оно считалось просто характерной чертой личности. И передавая и уродство, ты, как художник, служил не то, что реализму, а вот максимальной точности. А это, к сожалению, я не нашла лучшей картинки, это наш папа Борджа, вообще с членами семьи Борджа есть большая проблема, у них очень мало документированных портретов, документированных хороших портретов. Им постоянно приписывают какие-то изображения, ну как, не прикармливая они хороших портретистов, не сложилось, не было своего Рафаэля. И разведением искусства, которое считается максимально достоверным изображением всех членов семьи Борджа, это фреска, вот фрагмент ее мы видим, это фреска в апартаментах Борджа в Ватикане, где члены семьи заказали себя изобразить в качестве донаторов, вот как здесь, донатор это благотворитель, меценат, пожертвовавший что-то храму. И донатор обычно изображает коленопреклоненные руки в молении. На наших иконах тоже православных изображают князей, которые стоят на коленях и молят. И на византийских мозаиках тоже самое, то есть это старинный образец. Вот земля в молении, папская чара стоит на земле, потому что молится Иисусу Христу, поэтому он должен быть непокрытой головой. И мы вот на этом фрагменте видим, что он похож на жаду, как в кино, не на Джерри Майернса. Он похож на толстого, такого вот с брыльями, с щеками. Но его совершенно это не смущает, он заказывает свои изображения вот в таком вот виде, потому что он папа римский, нет нужды в макияже. А это слева фрагменты фрески в тех же самых апартаментах. И это наиболее вот фреска слева, где она в полный рост. Это самое-самое-самое достоверное изображение лукреции Боджи. Все остальные изображения лукреции Боджи, они недостоверны. Они не имеют либо недостоверной, либо очень некачественной копии копий. И это другой вариант изображения себя фрески в религиозном произведении. Она изображена в образе святой Екатерины Александрийской. И основываясь на вот этом, почему считается, что это она, потому что там за островом на троне сидит юноша, очень похожа на Чезаря. И это тоже, те портреты, они тоже атрибутируются про эти фрески. Можете потом почитать про эти произведения, что называется апартаменты Боджи. Я вам пишу. Вот, это называется апартаменты Боджи. Если вам интересно и конография максимально достоверна этих людей, это вот эти вот фрески. Так вот, да, причем, заметьте, что все это время, весь этот час, который заканчивается, я говорила исключительно про мужские портреты. Женские портреты существуют совсем по другому жанру. Потому что женщины, которые имеют власть, их очень мало, и эти портреты надо описывать немножко по-другому, потому что все мы понимаем, что женские портреты в первую очередь красота, а потом власть. И вот здесь вот для примера я привожу портрет, который считается другим чуть менее, но все-таки, скорее всего, это Лукреция Боржаев. Официально называется портрет женщины в образе богини Флоры. У нее атрибуты богини, цветочки, скорее всего, это Лукреция. И обнаженная грудь, никаких признаков власти, но зато очень красиво. Женские портреты существуют по-другому принципу, хотя в них гармония, красота тоже очень важна. Но женщина никогда не позволит себе изображать себя некрасивно. Вот, на этом я заканчивала. И вот то, о чем я буду рассказывать в следующий раз, почему женщины Рубенса в кавычках толстые, или про то, как менялся идеал женской красоты в европейской живописи новом времени. Запись этого вебинара будет выложена на Ютубе, Павел, скинет ссылку, если у вас есть какие-то вопросы, потому что я рассказывала, давайте задавайте. Павел, пожалуйста, огромное спасибо, София, спасибо всем, кто пришел. Я вижу, всем было очень интересно, какие-то вопросы были по ходу, скорее реплики, чем вопросы. Ну, вообще, к таким вебинарам, наверное, надо заранее готовить вопросы. Очень интересно, на самом деле, и не всегда успеваешь сформулировать свою мысль. вот, так что готовьтесь, новые темы тоже будут такие достаточно интересные и неожиданные. Готовьте свои вопросы и приходите на новые вебинары. София будет, как и сегодня, очень интересно. Ну, что ж, я повторюсь, что действительно этот вебинар, его запись будет выложена где-то в районе четверга на наш Ютуб-канал. Всем огромное спасибо, хорошего. До новых встреч в Директ-Академии. До свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова